Здравствуйте, дорогие телезрители! Эфир канала РГВК «Дагестан» продолжает программу «Круглый стол». Тема «Круглого стола» – это дистанционная форма обучения в вузах и в сузах Республики Дагестан в связи с настоящей ситуацией. У меня на столе здесь лежит указ президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Слева от меня сидит Яхья Гаммедович Бучаев, ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Справа Мафиат Магомедовна Рахманова, директор технического колледжа. Здравствуйте, уважаемые гости! Я, конечно, нам всем сочувствую. Я понимаю, что учебный процесс – это живой, интенсивный. В учебных заведениях у нас собирается молодежь, которая хочет общаться. Это ведь не просто они приходят на занятия, это же и этап такой молодой жизни, когда хочется живого общения, а не дистанционного. Как вы справляетесь с ситуацией? Наверное, я спрошу у Яхья Гаммедовича. Ваш ВОЗ как справляется? Что в связи с этим делать? Действительно, ситуация чрезвычайная. Не от доброй воли все перешли на такой дистанционный режим работы. Опасность распространения этой инфекции, она очень серьезная. Это подтверждает данные всех стран мира. Россия в этом не исключение. Наоборот, может быть, нашей стране повезло, что у нас некий был отсроченный этап. Мы уже увидели ошибки других стран, которые они допустили, не перейдя быстро на такой режим самоизоляции, дистанцирования людей друг от друга. И поэтому наша власть поступила очень мудро, что быстро на опережение, не дожидаясь большого количества зараженных, приняли такие меры. Ведь на самом деле, то, что данные медиков, около 80% людей болеют этой болезнью в бессимптомном режиме. И именно школьники и студенты во всех странах мира являлись первыми, основными массовыми переносителями этой коронавирусной инфекции. И никак не проявлялась эта болезнь. А уже когда старшее поколение от них начало заражаться, уже там пошли большие проблемы. И смерти и так далее. И вот поэтому в нашей стране то, что массово все учебные заведения перешли практически с 18 марта на такой дистанционный режим работы, позволило и отсрочить нашей стране, и массово не допустить распространения этой заразы. У нас в стране обучается около 16 миллионов школьников и студентов. Поэтому вот такой массовый переход, массовое ограждение от контактов друг с другом позволил нам очень серьезные риски такие предупредить нашей стране. Ну и, конечно, жизнь в дистанции, она не такая, конечно, как вживую, не такое общение. Но, тем не менее, студенты продолжают, между прочим, заниматься и не только учебой в дистанции. Есть очень интересное социальное общение. Это можно наблюдать, как сейчас новые формы влияют на нашу жизнь. Поэтому жизнь продолжается. В общем, все студенты, они охвачены, так получается. Есть рекомендации Минобра науки и высшего образования Российской Федерации, министра конкретно, чтобы было индивидуальное обучение. Вот с каникулами что будем делать? Вот это же тоже как-то с экзаменами. Ну, до каникул еще у нас далеко. Каникулы у нас наступают, если брать систему вузовского обучения, это, в принципе, июль-август. В общем, там мы посмотрим, какое решение примет регулятор. Но касаемо экзаменов, вот электронная образовательная среда, которая по федеральному образовательному стандарту высшего образования обязана быть у всех высших учебных заведений, значит, она предусматривает возможность проведения всех промежуточных рубежных аттестаций внутри электронной образовательной среды. Поэтому у вузов этой проблемы нет. Есть некая проблема сейчас такая, которая обсуждается в вузовском сообществе, проблема прокторинга, то есть достоверности сдачи экзамена тем или иным учащимся. Эта тема тоже обсуждается. Но она, я думаю, в большей степени волнует такие очень топовые университеты, которые очень сильно обеспокоятся за... Результаты такие высокие. Да, результаты вот таких высоких своих экзаменов. Поэтому, ну, посмотрим. Решение это не дешевое, дорогое, система прокторинга экзаменов. Оно на самом деле на сегодняшний день не налажено ни в одной системе электронной. Даже вот и высшая школа экономики уже два года экспериментирует, да. Ни у МГУ Ломоносова нет вот таких вот окончательных, точных решений по прокторингу экзамена. Там очень сложная система искусственного интеллекта должна быть подключена. Все это тестируется на сегодня. Чтобы оценить студента. Спасибо большое. Я, Мафиат Магомедовна, вот к вам буду обращаться вот по поводу ваших учащихся. У вас в техникуме как-то все происходит? Есть ли какие-то, ну, как сказать, минусы и какие плюсы вы нашли в связи с ситуацией? Ну, мы с 20-го числа также перешли на дистанционный формат обучения студентов. Безусловно, задача новая. Да, задача очень сложная. Нужно было в очень короткие строки и построить, и наладить систему дистанционного образования в колледже. Многократно увеличилась нагрузка на педагогов. Изначально были сформированы группы, скажем так, база данных по группам, где есть и электронная почта, и телефоны, и номера, прикреплены каждому преподавателю, который ведет занятия. И преподаватель, исходя из содержания, особенности своей дисциплины, определял формат. В каком формате это дистанционное обучение он организует. То есть внутри это дистанционная форма обучения есть и другие форматы? Различные форматы. Это и, допустим, видеоконференц-связь формат. Может быть, допустим, формат обучения через различные платформы. В частности, у нас есть платформа Moodle, которая у нас была эпизодически использована в учебном процессе, но теперь мы ее запустили массово. Более того, данная платформа, она открыта для всех колледжей республики, и к нам уже присоединились 12 колледжей. То есть к вашему колледжу, да? К платформе. Это региональная технологическая платформа образовательная, к которой могут подключиться колледжи республики. 12 колледжей к нам подключились и также размещают свои учебные материалы. То есть, получается, вы и такое взаимодействие проводите? Мы предоставляем возможности использования платформы Moodle для колледжей республики. А какие-то проблемы возникают в связи с этим? Ну, естественно, что они возникают. И как получается? Проблема, вот у нас сейчас проблема, которую мы в активной разработке, это проблема организации учебных и производственных практик. Это тот обучающий процесс, где должен быть непосредственный контакт педагога и студента. И в части, допустим, при дипломной практике такой возможности сдвинуть эту практику мы не можем, поскольку студенты должны завершить учебный процесс в соответствии с образовательной программой. В данном случае мы пошли по пути возможности дробления нашей учебной практики на два модуля. Первый модуль – это возможность, допустим, изучения предприятия, на котором они проходят практику, через сайт предприятия, если, допустим, это предприятие не работает. И если, допустим, предприятие функционирует в настоящий момент, мы думаем заключить с ними соглашение о возможности дистанционного взаимодействия студента и данного предприятия. И вторая часть практики, второй модуль – это непосредственно индивидуальные задания, которые будут выполнять студенты в рамках уже преддипломной практики. Это та же произведенная практика. Ну, получается, что электронные возможности, технические возможности позволяют, даже если не закрыт объект, они могут его по сайту изучить и какие-то для себя решить какие-то конкретные задачи. Вы говорили до начала нашей записи о том, что в связи с этой ситуацией вы даже какую-то пользу пытались принести, использовать, шить даже маски какие-то силами своего колледжа. Вот такие вот наши не хватает масок даже в аптеках и достать не могут повязки. Мы шьем марлевые повязки. Помимо нас в этот процесс вовлечено еще семь колледжей, ну, восемь колледжей. Республики, да? Да, мы шьем их на безвозмездной основе и распоряжается этими масками оперативный штаб предправитель. Создали оперативный штаб все-таки, да? Да, и они как раз-таки ведут распределение данных масок. Родители, конечно, тоже, наверное, очень беспокоятся по поводу образования своих детей, тем более, что у нас как в Дагестане принято чадо любимое, вот, забота до глубокой старости продолжается у наших родителей. Это такая психология, менталитет такой. Дагестанцев, обращаются ли родители по вопросам дистанционного обучения? И что вы им советуете? Вот как они должны подключиться к этой работе? Чем бы они вам могли помочь? Ну, их помощь, это прежде всего их контроль по вовлечению своих детей в учебный процесс. Особенно этот активный контроль мы проводим на начальных курсах, там, где классный руководитель непосредственно работает и со студентами, и с родителями. Если наблюдается невовлеченность студента в учебный процесс, то классный руководитель об этом оперативно сигнализирует родителям, и после этого, как правило, ситуация исправляется. Нехия Демидович, у вас как это происходит? Я думаю, наверняка у вас есть уже электронный деканат, и так, видимо, тоже была такая слаженная. Система электронного университета в УЗИ очень давно внедрена, и система дистанционного обучения наша, она у нас, кстати, не на базе популярного мудла построена, она на базе другого программного продукта, разработчик его виртуальной технологии в образовании. У нас система дистанционного обучения Прометей, которая позволяет реализовать весь комплекс учебных мероприятий. Внутри личных кабинетов преподавателей, внутрь нашей системы заведен весь контингент обучающихся нашего вуза, весь контингент профессорского преподавательского состава, все учебные планы, образовательные программы, все связаны, интегрированы друг с другом, все наши электронные библиотеки, с которыми мы пользуемся, это университетская библиотека онлайн и книгафонд. Также сейчас вот после начала этой коронавирусной ситуации многие другие электронные библиотеки вузам открыли бесплатный доступ, это Юрайт и другие там разработчики контента. Их, они все у нас тоже интегрированы внутрь нашей системы дистанционного обучения, поэтому там обучение, вебинары, все внутри, не нужно пользоваться никакими внешними сторонними ресурсами. Поэтому эта система работает нормально, и на самом деле вот с 18 марта, как только мы на этот режим перешли, я получил на вузовскую почту только одно сообщение от родителей, от матери одной студентки, где вот во время каникул, которые были объявлены вот эти недельные выходные дни, был задан вопрос, возобновится ли учеба в дистанционном формате с 6 апреля, на что был дан положительный ответ. Ну так, в принципе, у нас есть на сайте раздел, на нашем сайте вузовском, посвященный вот этой ситуации с коронавирусной инфекцией, куда мы размещаем всю актуальную информацию. То есть просветительством тоже занимаетесь, да? Да, и как обрабатывать поверхности, как соблюдать гигиену и так далее, какие меры предписывает Роспотребнадзор, все информационные материалы, плюс технические, все описания технических подробностей, как работать внутри нашей электронно-образовательной среды, как смотреть расписание. Да, да, да. И поэтому как бы вопросов связанных вот не возникает. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это, конечно, проблема частого отключения электричества, не интернета, а именно электричества, и вследствие чего уже не работает где-то интернет. В горах, допустим, у наших студентов приезжают из высокогорных районов. У нас на работе уже было несколько случаев, когда именно в дневное время, когда по расписанию должны идти у нас занятия, отключали свет в нашем районе, электроэнергию, и сервер не работал. Мы запускали сервер через бесперебойный источник питания, но это не питает уже узлы интернета, которые тоже не работают из-за отсутствия. Это не достает, да, получается? Ну, это вот несколько дней за весь вот этот период, несколько дней были вот эти проблемы. Ну и, конечно, были от студентов, которые в данный момент, которых преподаватель не видит онлайн в личном кабинете, когда с ними выходят уже на связь в мессенджерах, они говорят, что у них в районе отключили свет, и в данный момент они могут выйти в интернет и так далее. Но это все такие как бы ситуации тоже понятные, они не чрезвычайные, это разовые ситуации, и по ходу все это, конечно, налаживается, и эти вопросы решаются. Я знаю, что в горах не везде есть интернет. Есть у вас такие проблемы со студентами? Бывает, что недосчитать какого-то студента, не было его на электронном уроке, на дистанционном уроке? Проблемы с отсутствием интернета, они на самом деле не такие как бы сильно распространенные, потому что сотовая связь и распространение сотового интернета, оно очень такое, имеет хорошее покрытие по территории Республики Дагестан. Если куда-то не доходит такой сильный сигнал проводного интернета, то есть сотовый интернет, который позволяет через смартфон... То есть не обязательно завозить электронные почты, можно и через... Например, наша система дистанционного обучения, она через смартфоны тоже спокойно работает, не обязательно нужен там десктопный компьютер или персональный компьютер. А вот по оценкам экспертов, кстати, даже самые бедные российские семьи на 100 семей имеется 107 смартфонов. То есть как бы перезбыток такой, да? В самых бедных российских семьях. Поэтому такая возможность все же есть у большинства, поэтому это не вызывает такого массового недовольства или каких-то проблем от учащихся и их семей. Ну, мы знаем все, что в связи с новым обращением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина период был продлен до уже 30 апреля. Ну, и родители, многие наверняка переживают, как довести детей до конца учебного года. В связи с этим возникали какие-то проблемы? Или вы в таком рабочем режиме продолжаете, как вели, так и вести свои занятия? Мы уже практически отладили систему дистанционного образования. Причем мы ориентируем педагогов на то, чтобы качество образования никоим образом не пострадало. Как-то наполнить содержанием и текущую аттестацию в тестовом режиме проводим, и промежуточную аттестацию, если потребуется. Мы уже сейчас к этому готовимся. Мы будем проводить в формате тестирования или, допустим, через Zoom или Skype. Но никаких изменений в части завершения сроков обучения в текущем году не предвидится. Все будет идти в рамках учебного графика, учебного процесса. Могут иметь место некоторые изменения, допустим, теоретических занятий и практических занятий. Это делается для того, чтобы улучшить качество практической подготовки, которую мы ориентируем, можно будет провести в июне. Но, опять же, если возможности не будет и в июне, мы это соответствующим образом наполним содержательно, методическими материалами для наших студентов. Это, можно тогда сказать, даже как-то сплотило, что ли, вузы и СУЗы. Да. То есть как-то усилило наше внимание, и получается более бдительное, более... Ну, вроде не бывают ходы без добра, как говорится. Ну, коллектив сплотился однозначно, потому что очень много вопросов, задача новая, и каждый предлагает свое решение проблемы. Запросы такие. Да, каждый предлагает свое решение проблемы. Это может быть какое-то креативное решение. Ну, это реально сплотило. И главная задача, чтобы эта система была отлажена и не было никаких провалов. У нас всегда была очень сильная система образования, несмотря на то, что потом мы как бы ее меняли. Ну, в общем, советская система образования, в частности, я говорю о том, что мы с вами, участники беседы, прошли. То есть наша система образования, она действительно... Ведь что такое образование? Это образовывать себя. А в данной ситуации перед каждой личностью, перед каждым студентом, учащимся, получается, стоит такая задача, чтобы он образовывал себя и включался в процесс. Потому что, как я услышала, получается, что вы предлагаете все возможности для того, чтобы они саморазвивались. Образование – это воспитание и обучение. Вот воспитательный момент. Мы сейчас решили теперь воспитательные вопросы тоже включить в процесс дистанционного образования. Думаем начать онлайн классные часы и другие какие-то рекомендации. Проработать теперь этот вопрос так же, чтобы воспитательная работа не выпадала... Не страдала. Да, не выпадала из всего учебного процесса. Это дети, которые нуждаются в этом воспитании. Хотя образования, воспитания, как говорится, много не бывает. Но когда его нет, это бывает заметно. Так как вы люди, имеющие отношение к системе образования, не могу не задать этот вопрос тоже по поводу ЕГЭ и ОГЭ. Говорят, что могут перенести. У нас сегодня, к сожалению, нет представителей Минобразования и науки Республики Дагестан, так как мы решили сегодня поговорить с вами. И тем не менее, давайте все-таки, если кто-то готов ответить на этот вопрос, есть какие-то... Ну, сроки установлены уже. И руководитель Рособорнадзора Азор Ахмедович Музаев, он как раз вот недавно тоже была пресс-конференция, онлайн-пресс-конференция, где он комментировал, пока не рассматривается перенос сроков сдачи ЕГЭ, он пока вот установлен, начало его 8 июня. Вот, но, скорее всего, Министерством науки и высшего образования будет принято решение о продлении сроков приема документа в высшие учебные заведения, наверное, до конца августа месяца, чтобы все сдавшие единый государственный экзамен смогли иметь возможность подать документы в приемные кампании для поступления. Кстати, это сделать тоже можно дистанционно, не выходя из дома, практически у всех учебных заведений. Я боюсь, что после коронавируса мы все перейдем к дистанционной форме обучения. Но это удобно. Это потому что очень удобно можно быть в любом конце света и обучаться в любом из них. Вот у нас неудобно, например, вот посмотрите, вот сейчас в этой ситуации я проанализировал, посмотрел, ну, как человек, допустим, находящийся, желающий купить продукты питания онлайн. Это на самом деле оказалось сделать в Махачкале не так просто. У нас у очень крупных сетей нет нормальных разработанных сайтов, где можно спокойно выбрать продукты, заказать их доставку онлайн. Есть какие-то примитивные решения, где надо там через WhatsApp кому-то скидывать, что-то заказывать. Это как бы не очень удобно. Это неудобно, да. Во всех крупных городах такие системы есть. Налажено там все. Я думаю, вот как раз система образования, она первая, которая приняла на себя вот такой внезапный удар по необходимости развития цифровой экономики. Это дала толчок. Столько говорили в нашем государстве. На развитие цифровой экономики был ориентирован и нацпроект, который вот только первые годы реализовывается в нашей стране. И система образования, она первая от безвыходности приняла на себя этот удар и показала, что все возможно, никаких эксцессов нет. 90% всей системы образования, если брать вузы и СУЗы нашей республики, системы СПО, безболезненно перешли на дистанционное обучение. Ну, есть какие-то проблемы, связанные со средней школой. Конечно, они есть в масштабах страны, потому что система более масштабная. 42 тысячи организаций, там 16 миллионов учеников, полтора миллиона, почти миллион с лишним, это преподаватели вузовского сообщества и СПО. Поэтому система огромная. И, конечно, там есть свои нюансы. Но это тоже... Мы первые на себя удар приняли. И я думаю, сейчас как раз, как вы правильно подметили, нет худа без добра. И все сферы экономики должны подключаться и иметь онлайн-решение, даже после того, как ситуация урегулируется. Да, все будет нормально. Слава Богу, надеемся, так и будет. Я вот еще по поводу указа председателя правительства Мишустина, по поводу аккредитации, что там передвигаются сроки, да, вот... Да, на самом деле правительство Российской Федерации выпустило постановление, в котором продлили на один год все лицензионные, все сроки связаны с разрешениями, с лицензиями и так далее. Там есть очень много приложений. Указ размещен на сайте правительства Российской Федерации. У всех организаций, у которых в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года заканчивались сроки лицензии, аккредитации, разрешений всяких. Ну, там приведены не все прям подряд. Там приведен полный такой достаточно перечень, да, всего, что все, что продлевается на один год, продлеваются сроки этих разрешительных документов без необходимости каких-то бумажных там подач заявлений или еще что-то, необходимости получения в бумажном виде. То есть автоматически их срок продляется на один год. И это одно, и другое, что можно это и в электронной версии, да, вот... Это все будет онлайн, да. Нет никакой организации, юридическому лицу, физлицу нет необходимости подавать это в каком-то документарном виде. Все автоматически продляется на один год. Ну что ж, дорогие телезрители, тема нашей сегодняшней беседы «Дистанционная форма обучения в ВУЗах и СУЗах Республики Дагестан». Мы ее обсудили с экспертами, за что их благодарим сегодня. И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова